Взгляд школьники в Турции присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в Анкаре Л. Школьники в Турции присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в Анкаре 15 апреля 2015 года, 22-17 Школьники и студенты Турции в Анкаре приняли участие в начавшейся в Анкаре акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 70-летию Великой Победы Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стала традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская ленточка» — символ памяти, связи поколений и воинской славы. Организаторами акции являются АМИА «Россия сегодня» и РАСПМ «Студенческая община» при поддержке правительства Москвы, передает РИА новости. Акция, организованная представительством Росотрудничества в Турции, стартовала в среду в Российском Центре науки и культуры РНЦК в Анкаре. В рамках мероприятия подготовлена фотовыставка, для которой Центральный музей Великой Отечественной войны предоставил редкие архивные фотодокументы. Основными посетителями мероприятия стали учащиеся школы при посольстве РФ в Анкаре, ученики школ города и вузов, в которых изучается русский язык. Со стороны турецкой молодежи особый интерес вызвала акция «Георгиевская ленточка». Во время экскурсии по выставке и рассказа о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне они все восхищались героизмом советских солдат, освободивших мир от фашистской чумы, выражали уважение к их бессмертному подвигу и потом с гордостью надели георгиевские ленточки, заявил директор представительства РСОТрудничества в Турции Энвер Шейхов. Как рассказали сами турецкие студенты, в георгиевских ленточках они увидели схожесть с собственными традициями почитания воинской доблести предков. Студенты, изучающие русский язык, отметили фильм «Судьба человека», который взволновал их до глубины души. Акция «Георгиевская ленточка» и выставка продлятся в Анкарском РЦНК до 9 мая. Черно-оранжевая, цветов дыма и пламени, лента Ордена Святого Георгия была связана с высшей военной наградой дореволюционной России, а затем с учрежденным в 1943 году Советским Орденом Славы. Продолжение следует...